Они позволят процесс передачи знаний делать более совершенным и большую амплитуду знаний давать. Не только которые соответствуют ограниченным возможностям уже немолодых тренеров, а расширить амплитуду возможностей тренеров, чтобы их ученики получали больше знаний. Это очень интересно. В чем заключается наша деятельность, нашего культурно-оздоровительного просветительского центра? Мы передаем знания по борьбе с самбо и в городе Москва на базе Академии Самбо и Цепурского. Делаем акцент на оздоровительных технологиях, используя прикладной характер наших тренировок. Мы в тренировочном процессе акцентируем внимание больше на здоровье. В чем это выражается? Выражается в том, что время больше уделяется разминочному процессу. Борьба самбо – это как некое применение здоровья для защиты себя и окружающих. Дальше мы эту идею оздоровительных технологий, присутствующих в тренировочном процессе самбистов, мы несем и к нашим партнерам в регионы, и в частности на протяжении последних трех лет мы проводим мастер-классы или семинары в городе Таганрог, Ростовской области, где люди, которые также, как вы, Андрей, подчеркнули, работают с детьми, в большинстве случаев это бескорыстно. Там есть Александр Ильич Людвиницкий, который организовал в полуразрушенных зданиях высокого уровня спортивный центр дзюдо, и там группа тренеров преподает дзюдо, самбо. И мы с Романом Георгиевичем своими семинарами подчеркиваем важность их работы, бескорыстно проводим семинары и разнообразим технический арсенал спортсменов, расширяем, скажем так, как нам кажется, подход к тренировочному процессу. И, безусловно, я надеюсь, вдохновляем ребят к тому, чтобы в рамках тренировочного процесса на пути к победам они больше уделяли внимания именно здоровью, и чтобы здоровье не закончилось с поднятием флага России, с шагом на пьедестал, чтобы здоровье после этого не покинуло спортсменов. Вот наша основная идея, что даже на пути к спортивным победам высокого уровня всегда держать на заметке здоровье. Все, спасибо большое. На предложении, как вы сказали, о тех людях, о вас, вот, понимаете, я всегда рад в такую работу по возможности подключаться и помогать, и давайте, чтобы, как бы, ну, не терять время, но уже не в том же возрасте, да, там, надо все это нехать, да, быстро, как бы, и очень профессионально и качественно, да? Так вот, да, ради вот так, вот, вы, пожалуйста, те люди, о которых вы говорите, которые, то, что делают, вы, мне нужно, вы понимаете, что мне нужно, я в большом удовольствии, я презентую вот этим мастерам, и кто-то здесь посетит, да, вот, всех, свой комплект, для чего-то, для того, чтобы действительно повысить свое качество жизни, да, качество жизни, да, чтобы вот психологически так это все душу и нас удушевляет, но чтобы еще и физически поддержать, как бы, что иногда, к сожалению, где-то побаривают, да, потому что, да, все победы, цена победы – это здоровье. Вот я рад, с большим удовольствием я вот эти наборы соберу в роман, у меня такая большая вот просьба вы тогда передадите, да, хорошо тоже, да, там? Ну, только все, да, все, да. Да, все, да, все, вот, мастера, которые есть, там, да, я с большим удовольствием им это презентую, понимаете? Андрей, спасибо. Это психологически их поддержит? Да, 20%. А потому что, знаете, а вот, а за что? А за то, что вы такие, потому что вы работаете с вашими детьми, вот это самое главное. Андрей, спасибо. К сожалению, я немножечко, вот, видимо, где-то с зумом здесь не разобрался. Тут у меня написано, что заканчивается время, и я так понял, что надо, видимо, оплачивать. Оплачивать было там больше часа, что ли, или что-то. Вы знаете, вы бы мне сказали бы, у меня на, как бы, на зоу-галактике, Роман, у меня же эти, это бесплатно, и все вот эти вот ниже, ниже. Ну, тогда, Андрей, я так думаю, что мы можем периодически делать такие вот мероприятия, и, может быть, приглашать больше людей, попытаться, может быть, раз в месяц. В следующий раз я вам расскажу об IT, своих технологиях, которые фантастически необходимы для спорта и для клубов. Андрей, я вам несколько слов говорим. Хорошо. Хорошо, Андрей, тогда мы, смотрите как, мы заканчиваем сегодняшнюю конференцию. Я поблагодарю всех, к сожалению, я не выступил, но ничего страшного, мы, все это будет на сайте, мой доклад. Вот, я прошу вас прислать мне ваш доклад на электронную почту, вот, ну, и все, кто сегодня выступил, подготовят свои, как бы, доклады, чтобы мы это все напечатали, я там напечатал. Постараемся это также разместить в журналах Мир Джудо. И спасибо всем. Вы меня слышите, Андрей? Да, да, да. Вот, спасибо всем, и... Завел в гости. Думаю, что, может быть, мы встретимся все вместе, как-нибудь, вот, у Влада в гостях, вот, или в каком-то еще месте в нашем, может быть, центре где-то, вот, чтобы можно было более, так сказать, еще в душевной обстановке поразмышлять над тем, как можно улучшить качество жизни не только обычных людей, но также тех, кто практикует боевые искусства. Я очень рад был... Работать с нашими детьми, да? Да. Я очень рад был всех видеть, слышать. Андрей, спасибо. Спасибо всем. Как модератор, вот, Роман, я вас попрошу, что вот и у Влады, и в основном, если эти друзья, вот, они считают нужным, кому этот комплект нужно подарить, я в вашем удовольствии подарю. Мне нужно, в принципе, размер по талии, это вот какой-то приученьшился, да, там, 46, 48, 50, я примерно буду, понимаете, вот, там, вот, поиск, подоколейник, новокотник, вот эти все... Хорошо. ...все, как предстоит, но я одну шину подарю. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей. О, все получилось. А, подождите. Давайте так, вы, будет как-то... Андрей, Андрей, подождите, подождите. Подождите, а почему-то тут продолжает у нас все работать, хотя написало, что... Может быть, зум пошел на это? Да, это зум. Да, это зум. Услышал, да. Они услышали, а что? Нет, конференция стала на 20% эффективнее, благодаря... Да. ...даже об Леонардо. Тогда я с ваш... Да, тогда я с вашего позволения тоже... ...небольшой доклад, он, конечно... Значит, о чем я хочу сказать? Что я на протяжении уже вот 20 с лишним лет, ну, где-то 22 года занимаюсь популяризацией дзюдо, как не столько вида спорта олимпийского, да, а как такой целостной системы физического воспитания. И сегодня я понимаю, что мое видение дзюдо немножечко вразрез идет с тем общепринятым пониманием. О чем я хочу сказать? Что много-много-много раз об этом говорили, что разные искусства могут влиять по-различному на людей. Дзюдо, как некое искусство, да, физического такого, физическое искусство, так назовем, да, движение тела, также может по-разному влиять на человека. Оно может развивать как его физические способности, так его интеллектуальные или нравственные способности. На сегодняшний день основной упор делается, конечно, на физические способности, на развитие физических способностей. Причем физические способности развития для достижения определенных целей в основе своей, это спорта высших достижений. Но, как мы знаем, что спорт высших достижений, он, конечно же, достижим, но что дальше? Дальше никому неизвестно. Дальше обычно наступает некая пустота. То есть, что я хочу сказать, что люди, которые, допустим, даже просто приходя на занятия, они задаются вопросом, а для чего я занимаюсь? Если человек не хочет заниматься с точки зрения соревновательной деятельности, тогда стоит вопрос, зачем вообще мне заниматься? Я поэтому предложил такой подход. Он не инновационный, он не ноу-хау. Это уже давно всем говорилось. Еще до меня и до Дзигора Каноа и до многих других еще Гиппократ сказал, что движение – это жизнь. То есть, я предлагаю использовать комплексы упражнений дзюдо в качестве здоровьесберегающих технологий. Что это значит? Это значит, что они уже есть разработаны, те упражнения, которые могут не улучшить физические качества человека, а улучшить именно его качество здоровья. Когда я начал глубоко рассматривать все упражнения дзюдо, комплексы упражнений под названием ката, я увидел некую закономерность, что все они в той или иной степени направлены на воздействие на определенные части тела. Потом, когда я стал рассматривать и понимать, а почему же они воздействуют на эти части тела, почему именно вот здесь, я увидел еще одну закономерность, что по-медицински в нашем теле существует кровеносная система, малый круг кровообращения, большой круг кровообращения, существует лимфатическая система, существуют такие узлы лимфатические, основные. По большому счету, лимфатическая система – это залог нашего здоровья. Это уже тоже много есть исследований на эту тему. И я увидел, что эти упражнения дзюдо могут и, скорее всего, были задуманы именно с этой миссией. И на сегодняшний день я в своих школах дзюдо, которые я создал в Москве, в Болгарии, в Израиле, я начал продвигать эту идею. Конечно же, эта идея на сегодняшний день тяжело продвигаема, потому что же в основном людей больше, как бы, ну, это такая среда, да, воспитала в людях, или реклама, что если мы занимаемся, еще раз я вернусь, если мы занимаемся дзюдо, значит, мы занимаемся для участия в соревнованиях. Я же подхожу к тому, что мы занимаемся не для участия в соревнованиях, а для улучшения качества своей жизни, улучшения своего здоровья, если оно каким-то образом ухудшено, замедлению процесса физиологического старения и так далее и тому подобное. На основе тех комплексов упражнений дзюдо, которые были созданы. Плюс я, конечно, включаю, так называемый, назвал это метод рок-дзюдо, включаю туда дополнение, так сказать, модернизацию этих упражнений для определенных категорий людей, которые, ну, имеют некие отклонения в состоянии здоровья. И, допустим, приведу еще пример. Когда в 97-м году я начал свою практику педагогическую в области дзюдо, я как раз начал и в школе для детей инвалидов и с ослабленным здоровьем. То есть я начал преподавать именно в школе для таких детей. И на что хочу обратить внимание. Сегодня, конечно же, есть так называемое адаптивное дзюдо. Дзюдо для детей глухонемых, дзюдо для детей слепых. Но все равно цель занятий с этими детьми – это спортивное совершенствование. То есть участие в соревнованиях, подготовка их к соревновательной деятельности. Я же говорю, что я дзюдо использую не как подготовку к соревновательной деятельности, а подготовка их к качественной жизни в обществе. То есть ребенок, страдающий некими заболеваниями, ДЦП, аутизм, даун, синдром, слепота, глухота, может с помощью упражнений дзюдо улучшить качество своей жизни в окружающей его среде. Так называемый, в кавычках назовем, это сказал так, ну, враждебной среде для него в данный случай, потому что он не такие дети, не такие люди, они неестественны для большей части людей, да, населяющих планету Земля. И, конечно же, это все сложно, потому что понимание в общем представлении о том, что дзюдо может служить как искусство еще и вот этой миссии, миссии здоровоосберегающих технологий, а как сегодня наш выступающий Рустам Шамильевич сказал, что большой спорт, он немыслим без больших травм, или так назовем, да, то есть есть некий ущерб для здоровья, поэтому я тоже в этом вижу некую миссию, что все-таки расширение знаний о здоровьюосберегающих технологиях именно ката, именно упражнений дзюдо с точки зрения улучшения здоровья, реабилитации, профилактики заболеваний, где-то это может быть состыковывается и с тем, что вы говорили, Андрей, что Влад говорил, да, это уровни, допустим, Влад говорил об уровнях, Андрей говорил о таких вот неких технологиях тоже, которые улучшают. Я думаю, что этот вопрос еще, конечно, не исследовано в должной мере, насколько это может влиять на человека, эти комплексы, но так как эти комплексы все-таки прошли через уже не первый десяток лет, да, Дзюгора Кана в своей школе кадракан дзюдо использовал комплексы ката, созданные еще до него за 100-200 лет, да, он их как бы немножко модернизировал под современную систему, современный мир, так сказать. Вот сегодня я тоже принял решение такое для себя, что, конечно, каждая эпоха требует какой-то модернизации в каких-либо искусствах, технологиях и так далее. И в основе, конечно, эти модернизации, по крайней мере, для меня должны быть гуманными, должны приносить пользу человеку, поэтому и вот в Болгарии, и в Израиле вот этот метод рок-одзюдо, так сказать, здоровоизберегающие технологии на основе дзюдо, карате, я привожу пример карате тоже, и других видов боевых искусств, которые я синтезирую и как бы включаю в эту методику рок-одзюдо, они не так легки для понимания людей, но я думаю, что это надо больше времени, и, возможно, нужно делать некоторые исследования. Но хочу так сказать вам, что вот буквально в середине января мы начали делать такие исследования в Израиле, и начали проводить занятия с группой детей, имеющих некие патологии, и буквально за месяц, за два, до того, как была введена, так сказать, такая карантинная мера, мы уже увидели большой эффект именно от той методики преподавания, именно от того метода, который я предложил, и увидели большой эффект, то есть увидели большой эффект и сами родители, причем еще раз хочу сказать, что цели и полагания не ставится участие в соревнованиях, цели и полагания ставится, значит, улучшение качества жизни этих детей. Я не могу сейчас сказать 100%, на какое, вот, как вы, Андрей, сказали, допустим, при снятии бандажа 20% увеличилась сила, да, вот, но... Не менее 20%, Андрей, по-моему, да. Не менее 20%. Вот, конечно же, здесь, наверное, надо, наверное, надо тоже подключать аппаратуру, потому что мнения родителей, они субъективны, но, с другой стороны, мнения родителей, они открыты, и родители видят, что происходит с ихними детьми, и поэтому, скорее всего, так же, как и вот вы сказали, олимпийская чемпионка, да, по биатлону, которая никаких аппаратур не ставила на свое тело, она просто одела, и просто чудо какое-то. Да, она поделилась. Да. Здесь, для ученых, конечно, это субъективное мнение, но для нас, для людей, это есть объективность того, что мы делаем. Поэтому, вот, заканчивая мой небольшой доклад о таком методе Рока-Дзюдо, который проповедует, так можно назвать, здоровью сберегающих технологий, модернизирует то, что уже было создано многими поколениями для того, чтобы улучшить качество жизни людей, детей, которые страдают патологиями, не приводя их, как бы, в такое цель и направление, что мы занимаемся, вот, для того, чтобы ты стал чемпионом. Нет, мы занимаемся для того, чтобы ты улучшил свою жизнь на долгие-долгие годы. Вот это вот такая основная, наверное, цель, миссия. Вот. На этом я благодарю всех, кто меня послушал. Есть еще много над чем работать, конечно. Я еще узнаю, что, Роман, буквально вас хочу, хочу буквально дополнить ваше выступление в отче. И поддержать, и уверить, что вы на правильном пути. Вот так, педагог, психолог, потому что я начинал свою трудовую деятельность учителем по математике, и как раз работал тоже с классами коррекции, ну, такие особые дети, да. Но я могу сказать, что немногие родители, вот если взять 100% какой-то официальный срез родителей, из этого 100%, я думаю, что большая часть родителей может привести в секцию чудо к вам. Потому что не каждый родитель готов отдавать ребенка, чтобы ребенок шел на спортивный результат. Они отдают туда с таким желанием, чтобы он брал покнепче, поздоровее, чтобы у него как-то психика как-то утвердилась. То есть немногие родители мечтают отдавать детей в какие-то спортивные секции, чтобы они стали чемпионами, если как раз хотят, чтобы они стали здоровее, чтобы они стали, как бы, жизнеустойчивее. И вот ваша эта философия, что вы в первую очередь озаботитесь о здоровье, да, и, так сказать, утверждение вот этих вот психологических моментов у ребенка, это сильная сторона. Немногие, я повторюсь, ставят целью, чтобы их, вот, ребенок стал чемпионом. Когда отдают в секцию. У меня даже дочь. Она ходит и на плавание, и на волюбол. Почему она ходит? Для того, чтобы, как бы, у себя укрепить, так сказать, и физически, и в коллективе психологически, потому что у меня нет цели, чтобы она стала профессиональным спортсменом по плаванию. Я хочу немножечко дополнить еще, потому что... Это что у вас делать? Немножко дополнить, буквально еще пару минут, что основная еще идея метода, который, как бы, я его так обозвал рокот-зюдо, да, что вот эти комплексы упражнений, которые существуют под названием ката, и которые могут улучшить, так сказать, состояние здоровья или стабилизировать какие-то там травмы или так еще что-то в этом духе, они могут передаваться. Это так же, как, вот, допустим, ваше изделие, да, то есть они переданы, и они могут постоянно использоваться. То есть я, как, знаете, как научить человека играть на пианино. Если он научился, он может это играть всю жизнь, ему не надо ходить больше в клуб или в секцию. Он будет играть это дома всю жизнь. Так же и здесь. То есть некоторые комплексы упражнений передаются ученику, и он их дальше просто продолжает использовать всю свою жизнь. Ему не нужно ходить куда-то и, как бы, изнемогать на тренировках, типа как бег, как просто обычная игра в волейбол, может быть, и так далее. То есть я хочу показать, что дзюдо или боевые искусства, они могут быть использованы не с точки зрения самозащиты от врага внешнего, не с точки зрения спорта высших достижений, а с точки зрения здоровья сберегающих именно технологий. Вот так. Все на этом. Да, на этом мы заканчиваем. Андрей, спасибо, всем спасибо.